Кемар Диренджер, часть вторая, практические стрельбы. С другой стороны открываем, заряжаем, нижний ствол, патрон упал, верхний ствол, патрон на месте. Закрываем, стреляем, вот-вот, мишенька установлена, на формате А4 отпечатано, расстояние где-то 2,5 метра, 2,5-3 метра. Подогнем, подогнем. Давайте, для верности эксперимента, экстрактор работал, еще пару выстрелов, заряжаемся. Подогнем. 4 выстрел, посмотрим экстракцию и посмотрим на результат. Вот он результат отстрела, два с половиной метра, лист формата А4, три пробоя на четвертый. Вот эта вот жирненькая красная точка, это точка прицеливания. И, как видим, пистолет высит и высит значительно. Высит почему? Смотрим внимательно на конструктив. Мушка, прицельная планка. Ну, как бы. И вот здесь вот узел крепления блока стволов к рамке. Так вот, получается, что вот этот вот наплывчик сверху, он нам точку прицеливания поднимает. И в результате, ну, в результате мы получаем такую ситуацию, что если из-за этого наплыва у нас появляется мушка, то, соответственно, точка прицеливания у нас ползет вверх. Здесь можно поступить следующим образом. Либо сделать проточку, здесь вот на блоке крепления стволов, ну, либо приловчиться и целиться. Вот точка прицеливания, вот средняя точка попадания. Вот такие результаты. И еще один важный момент. Вот она у нас мишенька. Вот она, ну, доска, да, щит с досок. И вот, если посмотреть с обратной стороны, то вот эти вот отверстия в доске, вот это, это, собственно говоря, пробоины от Диренджера. Сосновая доска.